Радио Болтком Мировые премьеры Блокбастеры Голливуда Все тайны и секреты кинозвезд Билеты на лучшие фильмы Программа «Синема» Итак, всем здравствуйте Программа «Синема» Олег Пек и Владимир Веселов С вами на Волне 93.9 Привет Слышно меня? Да, да, все слышу Всем привет Ну что, мы, наверное, начнем с радостной новости Вот несмотря на то, что, казалось бы Во время пандемии уменьшилась посещаемость кинотеатра Уменьшились возможности принимать зрителей Там была рассадка какая-то очень странная, шахматная Но вот пандемия Не то, чтобы закончилась Но пока вот мы видим, что с ней сняли ограничения И с завтрашнего дня появляется в Риге еще один кинотеатр То есть они появляются в мультиплексе Понятно, в торговом центре В доме на шопинг появится Скайпарк, так что Если кому-то будет ближе Вот еще одним кинотеатром больше Он открывается, кстати, премьерой Фильм «Фантастические твари» Тайна Дамблдора Ну, о котором мы, наверное, и начнем рассказывать Да, ну, новость действительно радостная Потому что кинотеатров не сказать, чтобы в Риге очень много Поэтому тот, кто живет не в центре Вынужден ехать иногда достаточно долго Если в форум «Синемас» или в «Альфу» тоже не близко То есть чем больше кинотеатров, хороших и разных Ну, да Потому что и «Аполло» появился И, в принципе, вот сеть этих кинотеатров Тоже по разным точкам нашего города В общем, будем надеяться, что с увеличением количества Вот этих посадочных мест и посещаемость тоже начнет расти «Фантастические твари» Тайны Дамблдора Очень долгожданная Ну, вот третья часть Потому что первый фильм имел успех Второй, по-моему, как-то раскритиковали Вот даже было непонятно, будут ли снимать продолжение Но решили все-таки продолжить Да, там просто эти скандалы Череда скандалов с Джонни Деппом В том числе связанные, которые должен был играть Он даже появился во втором фильме так мельком И, соответственно, в третьем он уже должен был развернуться на полную Но не смог, потому что его личная жизнь помешала его жизни творческой, так скажем То есть скандал с разводом, с обвинениями в насилии в семье Соответственно, культура отмена, та самая, о которой мы говорили Привела к тому, что Джонни Деппа стали выгонять из всех топовых проектов В том числе и из «Пиратов Харибского моря» потенциальных его выгнали И вот из «Фантастических тварей» третьего его тоже попросили Все искали замену, бросились искать замену Фанаты замерли, потому что думали Кого же найти более подходящего для роли такой эксцентричной, отрицательного Но, мне кажется, продюсеры, в принципе, достойно Заменили Джонни Деппа Матсом Миккельсоном У него тоже очень нехарактерные, отрицательные персонажи получаются Мне кажется, очень такие негодяйские Такая атмосфера ретро Действия происходят в 20-е и 40-е годы Главный герой – это мага-зоолог Ньют Саламандер Его играет Эдди Редмейн, который с первой и во второй части Надо просто сказать, наверное, если кто не в курсе Что эти фильмы, действия происходят во вселенной Гарри Поттера Но предыстория, так скажем, Гарри Поттера В которой Гарри Поттера нифига как такового нет А есть тот самый лорд Волан-де-Морт Впоследствии ставший, вернее, Волан-де-Мортом И, соответственно, откуда все это пошло? Откуда все ноги растут у Гарри Поттера? Вот фанаты, собственно говоря, ждут развязки Ну и надо сказать, что персонаж, вот как раз-таки, Дамблдор Является таким связующим звеном между этими двумя вселенными Альбуса Дамблдор играет Джуд Лоу Потому что он еще молодой То есть как бы Дамблдор только начинает свой путь вот в магии Триумфальной И замечу, что эта вот часть, как многие отмечают Что больше действительно похожа на фильмы о Гарри Поттере Она сознательно сделана вот именно абсолютно Вот как одна из частей вот Гарри Поттера Очень много отмечают графику, компьютерную графику Во всяком случае, вот Гардиан очень хвалит, что все это сделано убедительно Батальные сцены добавляют напряженности Техническое мастерство здесь демонстрируется И интересно, что фокус, вот такой центр тяжести Смещается с Ньюта, которого играл Эдди Редмейн На Дамблдора То есть больше вот дается простора Джуду Лоу Появляется много персонажей Что, кстати, некоторым и не понравилось Они говорили, что из-за обилия персонажей Очень сложно ориентироваться Немножко как-то становится непонятно, кто есть кто Много сюжетных линий, в которых зритель может потеряться Если он не совсем так прямо фанат-фанат этой всей франшизы Мне кажется, что не совсем фанат-фанат Просто не пойдет на этот фильм Это все-таки третья часть франшизы То есть я думаю, что ее смотрят глубоко посвященные люди Или родители вместе с детьми Которые просто вынуждены сидеть, наверное, закатив глаза Ничего не понимая в кинотеатре А так, в принципе, я думаю, что все, кто смотрит Все понимают, кто какой персонаж Кто там за кем И кто кого играет Я думаю, что книги Я даже не знаю, там есть какая-то книжная основа или нет Но, по крайней мере, первая часть и точно была А что дальше я уже не очень слежу По-моему, да Ну и еще одна любопытная деталь Ну там очень много было скандалов Помимо Джонни Деппа Там и трансфобные высказывания Джоан Роулинг Которые, значит, ей приписывали И Эзру Миллера Там одного из актеров Задержали на Гавайях за хулиганство и домогательство Ну и интересно, что в китайский прокат Картина вышла в цензурированной версии Из нее удалили 6 секунд диалогов В которых намекалась на любовную связь, извините Дамблдора с Грин Девальдом Да, это пикантная подробность Которая обсуждалась очень давно Потому что сама Джоан Роулинг Несмотря на то, что ее обвиняли Непонятно в чем ее обвиняют Она очень давно уже сказала Что Дамблдор действительно гей То есть это в свое время это заявление Такое было как разорвавшаяся бомба Но все уже с этим смирились, так скажем Поэтому никто, собственно говоря, не удивился Но в Китае, да, там С этим строго Если бы этот фильм вышел в России То наверняка бы тоже вырезали этот момент Но в России он не выйдет Поэтому им вырезать ничего и не придется Ну, собственно, там речь идет про 6 секунд диалогов Которые, наверное, особенно такого большого влияния На сюжет не имеют Да, это просто интересный факт О том, какие вещи вырезаются в картинах Из разных стран Какие там, где какие нюансы Просто в связи с этим я просто хотел отметить Интересный момент, что я тоже на днях прочитал В Италии изменили постер фильма Доктор Стрэндж, грядущего Потому что на оригинальном постере Актер, который играет Стрэнджа Он делает такой знак Как вот такой Тот, кто не видит видео Как коза рок-н-ролльная И в Италии это вы заменили на То есть не напрямую А развернули ему руку Потому что в Италии этот знак означает Что ты орогоносец И очень болезненно воспринимается итальянцами Поэтому постер решили изменить Ради вот из-за такой детали Ну это любопытный просто факт Вот, ну из еще новинок Я все-таки сходил посмотрел Вкус воды Уденсгарша Очень интересная картина Я боюсь взять на себя смело сказать Что этот фильм понравится всем и каждому Потому что это картина Очень необычная по форме И, ну, по содержанию Это черная комедия Которая рассказывает о том Как выводят на чистую воду Вот журналистка пытается разоблачить Шарлатана Заявляющего, что он структурирует воду И продает ее за бешеные деньги Но весь фильм снят одним кадром То есть это Камера как включается Она вообще не выключается До самого последнего момента Склеек Интересно Да, и причем я бы сказал Что это как вот Бёрдмен Встречается с Догвиллем Ларса фон Трира Потому что там Также присутствует условность Поскольку съемки ведутся в помещении Каждая комната Она представляет собой Одна комната Это квартира журналистки Другая комната Это телевизионная студия Третья комната Это офис этой фирмы И поэтому, конечно, это еще и условность Театральная как будто бы условность Где мы Ну вот Воспринимаем, что действие перемещается Между какими-то точками Но понятно, что это не в одном здании Должно находиться И картина, конечно, очень необычная Вот то, что В Бёрдмане есть склейки В 1917-м есть склейки Вот Александр Гребнев, который Оператор этой картины Он просто говорит, что здесь склеек не было вообще Несмотря на то, что задача была очень сложной Не только потому, что он следовал за всеми актерами Но это диалоги Это моменты, где они пытались даже передать Кошмарный сон героя Вот одной камерой Вот просто одной камерой, которая следит Более того, актеры вовлекаются в действие И они снимают и надевают на камеру фильтры Которые делают Ну вот изображение особенным Все это Ну какая-то игра со зрителем Ломают четвертую стену Да, они абсолютно ломают четвертую стену Даже обращаются к зрителю напрямую И это очень интересно наблюдать Ну я не знаю, насколько Обычный зритель, который ждет просто комедию Это будет воспринимать Но для тех, кто Хочет посмотреть очень необычное кино А еще интересный момент Что действительно признали Что все эти, вот скажем так, выкрутасы Они объясняются очень просто Был очень маленький бюджет Очевидно, да И, конечно, вот возможность снять одним дублем С актерами в ограниченном пространстве Это объясняется вот этим маленьким бюджетом Который позволил это сделать максимально быстро И за очень небольшую сумму И вот я, наверное, сейчас попрошу даже поставить фрагмент нашей беседы Просто мы как раз беседовали с режиссером С оператором Александром Гребневым И с исполнителем одной из главных ролей Он такой адепт вот этого всего движения он сыграл Андрис Кейшс Вот они сейчас расскажут о том, как снимался фильм Да, конечно, это очень сложно снять в одном кадре И до конца, и в одном настоящем кадре Потому что однокадровое кино делится на кино Которое снято по-настоящему одним кадром Или кино, которое пытается показать, как будто бы это все в одном кадре Ну, передает ощущения Но есть монтажные склейки в тех фильмах, о которых вы только что сказали Ну, это требует очень-очень слаженной группы Это такая команда И, конечно, даже в начале в этой команде проявляются какие-то люди Которые не верят или не хотят до конца работать Тогда они отпадают, появляются новые Но, в принципе, это такая очень-очень слаженная команда Это такой организм, который, ну, должен работать, как швейцарские часики Не должно быть ошибки ни в одном департаменте Ни один человек не должен ошибиться Если кто-то где-то ошибится, то может произойти... Все сначала Ну, все сначала Я могу рассказать, как я ошибся Хотя это не было, как говорится, моего цеха дела Но мы как-то там делили все эти самые обязанности У меня была задача просто взять технику звуковика и положить в лифт И я забыл это сделать Вот как-то забыл, потому что там нужно играть еще и так далее И забыл поставить И вот звуковик бежал и взял, ну, эту сумку и понес вверх И что-то подключал Это было 10 минут до конца фильма И он нагнулся, что-то там делает А Саша уже там, ну, знает, что там свободное место идет И он упал И мы остановили 10 минут И сыграли фильм и остановили Это хороший дубль был, да? Да, хороший дубль и все Снова сначала Давай сначала, все, давай сначала Ужас, конечно, это ужас Я могу уточнить Значит, он планировалось снимать 3 дня Под 2 дубля в день В результате, из-за того, что у нас были задержки В каких-то местах Мы снимали только 2 дня Предпоследний день Два дубля Оба провалились Первый раз провалились Еще находясь Дятрут селся с театра Значит, машина Эго на Домбровске Это большой, такой огромный джин Да? У нее Спустило колесо Или кто-то проколол Колесо Мы не знаем А во второй день За 10 Второй дубль За 10 минут до конца Мы, значит, актер Один актер Не очень Ну, это ответственный Командир Все правильно Это же может произойти И как бы Андрес Я переживаю Все равно Я переживаю Но, да И вот мы были В принципе Перед последним Съемочным днем Фактически Без Без фильма То есть Это, конечно, было Это, конечно, была Такая нервотрепка Все-таки Ну, и последний день Мы получили два дубля Оба Два фильма сняли И тогда уже Выбор был Заматый И сам Он смотрел И там Ставил на весы Какой из них Какой из них лучше Да Но я просто хочу Нашим слушателям сказать Что Может быть, они думают Что это все Так просто То есть Оператор просто Ходит за актерами И снимает Там Для меня Было просто Откровением Как можно Снять Ночной Кошмар Вот Практически Одним дублем С какими-то Такими Ну, настолько Фантасмагорические То есть Эти съемки Для меня было Поразительно Как можно В машине Снимать И так Что все Меняется И вдруг Появляются И исчезают Люди На ходу Из машины То есть Как это Я понимаю Что какие-то Тайные секреты Которые Наверное Профессиональные Сейчас Александр Не Выдаст Не Не Скрывать Нечего И к тому же Мы снимали Все это На 360 градусов Камеру Которая была Установлена На нашей Камере Чтобы доказать Что Это Снято Одним дублем Это Скоро Появится Ну В какой-то Момент После того Как в кинотеатрах Фильм прокрутит А что Касается Вот этих Трюков С машиной И С ночной Этой Сцены Вы имеете Ввиду Сон Да Сон Но это Кошмар Не сон Да Там Трюк Заключался В том Что Камера Как бы Из объективной Ну Как бы Наблюдающей Становится Субъективной Камерой Которой Которая Показывает То Что Видит Алдис Это значит Герой Да Андриса И Ну Там было Технически Просто Как бы Как бы Это сказать Это такая Как бы Игра С Вот С объектом С этой камерой Разворот И так далее Ну Вот Как я не знаю Ну Это Как баскетболистам С баскетбольным Мячом Но Я бы Больше Приравнил К танцу Это все Таки Это Как Два Партнера В танце Когда Один Ведет Тогда С рукой Ведет Камеру Потом Вдруг Камера Оказывается Уже Как бы Личная Точка Как смотрит Алдес И вдруг Она опять Превращается В объективную Какую-то Вот Эту точку Мне очень Вообще Это понравилось В фильме Что В один момент Камера Чуть не Телефон Как говорится Лайвстрим Когда делает Или там Камера Компьютера В другой момент Это классическая Камера Кино В третий момент Это П.О.В Ну Это мне Очень-очень Понравилось Ну и в тот момент Допустим Когда камера Становится Тем же Алдес Алдес Должен Куда-то Свою голову Спрятать Вот Да Он Прятан Она Становится Вместо Головы Алдес Это Мастерство Актера Он должен Как-то Выкрутиться В четыре Физкультура Актера В должный момент Да Так что Это было Очень интересно Ну вот Это были Александр Гребнев И Андрис Кейш Которые Рассказали О фильме Вкус воды Как необычно Его снимали Я очень сняюсь За длинную цитату Ну то есть Да Ну показатель того Что при отсутствии Бюджета Создатели Вынуждены Идти на хитрости Ухищрения И настоящие Подвиги Трудовые Мне кажется В наше время Это как бы Дорогого стоит Ну и мне кажется Что Вот Работа Александра Гребнева Была Ну выше всех Похвал И вот Он просто проявил Какие-то чудеса Операторской Изобретательности Для того чтобы Снять одним дублем Очень сложные Ну сложные сцены И при этом Не выключать камеру Вот это фильм Вкус воды У Дэнс Гарш Который сейчас Идет на наших экранах Кстати Очень много картин Вот через неделю Еще одна Лента будет И в принципе Я смотрю Очень много фильмов Выходит Сейчас Ну наверное Во время пандемии Немножко их придерживали Потому что было Очень обидно Ну выпускать их Когда большинство Кинотеатров закрыты Или работали в полсилы И вот сейчас Нас ожидает Такой вот Большой поток Нашего родного Отечественного Латвийского кино И слава богу Что Сейчас мы Тогда поговорим О фильмах Которые можно Посмотреть В наши трудные времена Или о новостях Может быть Несколько слов Какие-то новости Кино Которые Ну да Можно о новостях Я тут Чуть-чуть Собрал Какие Что произошло Интересного Что Мне запомнилось Да Тогда я могу Начать По крайней мере Да конечно Вот хотел Хотел Уже давно Наверное Рассказать Слушателям О судьбе Непростой Судьбе Популярного Голливудского Актера Алика Болдуина Если кто не в курсе Возможно Пару месяцев назад У него случилось Несчастье На съемках Действительно Мне кажется Несчастье Которое может Загубить его карьеру Такие вещи Происходят Очень редко То есть Он снимался В вестерне Под названием Ржавчина Он должен был Стрелять из пистолета И стрелять Он должен был В сторону Оператора Ну точно Камеру Так скажем И он выстрелил И оказалось Что пистолет Который должен был Стрелять холостыми Выстрелил Настоящими Патронами В результате Он убил Человека Убил Оператора Женщину Оператора Ранил еще Кого-то Я уже сейчас Не помню У режиссера фильма Да То есть там Какими-то осколками И прочее Ну то есть Произошла настоящая Трагедия Которая в принципе Не должна была Происходить До этого был Такой случай Вспоминали Сразу вспомнили Что лет Сколько там Тридцать назад На съемках Фильма Ворон Таким же образом Примерно Таким же образом Был убит Сын Брюса Ли Брэндон Ли Да Брэндон Ли Пистолет оказался Заряжен Каким-то там Заглушкой В нем оказалось И эта заглушка Попала ему В него И вызвала Собственно говоря Эффект Как пули Ну вот И соответственно Сначала Вернемся к Если Болдуину То есть сначала Всем было очевидно Что он в этом Не виновен Что виноваты Реквизиторы Которые это сделали Но со временем То есть Эта ситуация Вся раскручивалась Начали говорить Что Алик Болдуин Так или иначе Виноват Потому что Не проверил Не обеспечил Должным образом Какую-то работу Реквизиторов И Через какое-то время Родственники Этой Женщины Подали на него В суд Он в свою очередь Теперь подает В суд На производителей Картины За то Что на него В суд подают Но в общем Это такая Очень печальная история Которая реально Может поставить На его карьере Крест Но тем не менее Вот недавно Появилась новость Что он продолжает Что он продолжает Сниматься Потому что У него Есть контракт Он улетел В Италию Снимается В какой-то Комедии Итальянской Вот Но тем временем У него Родился Восьмой ребенок То есть В этом всем Ужасе У него Есть хоть Что-то положительное Он отец Молодец У него Восемь детей Вот Но просто Как Просто Такой факт Достаточно трагический Если вдруг Слушатели не знали Что вот такие вещи Происходят на съемках Которые В принципе Просто невозможно Предсказать И невозможно Представить Что такое В наше время Может произойти Но я хочу сказать Что Легче Наверное Назвать актеров С которым Не приключалось Ничего на съемочной площадке Вернее Труднее Назвать С которым Ничего не Присоем Потому что Вот кого не возьми Я видел даже Просто подборку Всевозможных Драматических случаев Вот Вик Морроу Это там Тоже Жуткая история Когда Рухнул И взорвался Вертолет На съемках Сумеречной зоны И погиб Актер Ну это Подборки Типа Смерти на съемках Они На самом деле Вот именно Если говорить Смерть на съемках Это подборка Не очень большая К счастью Фу-фу-фу Потому что там После каждых Таких случаев Усиливается Охрана То есть Все профсоюзы Там Начинают шуршать Меры безопасности Да Меры безопасности Усиливаются И с животными То же самое Если Выясняется Что какой-то Даже Если мы Вот так вот Переключаемся С людей На животных Если животное Погибло Тоже Защитники То есть В наше время Мне кажется То есть Это был Шок для многих Потому что Ну казалось Если раньше Такое еще Возможно было Я просто Вспоминаю Как читал Про какой-то Очень старый Голливудский Фильм Где Действие Должно было Быть В Монголии Или еще что-то И Нужно было Очень много Песка И песок Привезли Из Невады А Невада Это место Где Происходят Эти Через какое-то Время Подсчитали Что Треть По-моему Съемочной Бригады Так или иначе Получила Последствия Этих Этих Съемок То есть Там и умерли И Какие-то Онкологии И прочее То есть Вот такие вещи Происходили Еще буквально Лет 40 назад В Голливуде Но сейчас Это как бы Все уже Из разряда Невозможного Но тем не менее Вот это произошло Я могу Я могу Добавить В эту копилку Просто Действительно Недавно читал Материал Картина Которая Называлась Рык В 81 году Она вышла на экраны Но ее снимали Там лет 11 Потому что В этой картине Играла Еще молоденькая Совсем Мелани Гриффит И ее мама Я забыл Вот Типпи Хейден По-моему Ее звали И Эта картина Была про Ранчо Где содержались Дикие животные Вот Ну как Там История И просто Говорят Что это Один из Самых Вопиющих Чудовищных Нарушений Всех Правил Безопасности Потому что С дикими Животными Актеров Просто бросили К этим Животным Вот Типа Давайте И играйте С ними И Там Было Огромнейшее Количество Кстати Оператором Был Ян Де Бонд Который Затем Стал Режиссером И снял Фильм Скорость И многие Другие Картины Так Вот Яну Де Бонду Львица Просто Сорвала Содрала Она Его Скальпировала Набросилась На него Ему Пришлось 220 Швов Наложить На голову Потому что У него Была Вся Голова Просто Мелани Гриффит Укусила По-моему Тоже Какое-то Дикое Животное В общем Там Все Получили Травмы На этих Съемках И По нынешним Временам Это просто Ну Волосы Дыбом Встают Как такое Вообще Могли допустить Не зря Говорят Что Актерский Труд Не такой Уж Легкий Это вам Не просто Так Перед Камерой Прохаживаться Бывает Тем более Или Например Когда По-моему В фильме Хороший Плохой Злой Серджи Леоне Вот Говорил Актер Это был По-моему Элай Олах Сцена Такая Что Он У него Были скованы Наручниками Руки И вот Должен был Проехать Поезд И Типа Переколесом Перерезать Эту цепочку Я не знаю Как это снималось То есть Очевидно Там цепочку Он положил На рельсы И ему Говорят Да не бойся Там Ну господи Проедет Поезд рядом Там И Говорят Что То Что Этот Актер Остался В живых Это Просто Чудо Ну потому Что Пронесся Поезд Ну вот Буквально В миллиметре От его Головы И там Еще Даже Никто Не посмотрел Что Там Была Подножка Для Поезда Опущенная И вот Это Подножка Просто Могла Снести Ему Голову Потому Что На полном Ходу Она Пронеслась И Просто Ну Потом Все Перекрестились Насколько Это Что Это Все Стараются Вот То есть Поэтому Все Вот Из-за новости О Болдуине Все Очень Поразились Потому Что Действительно Оказалось Что Это Невозможно Уже В нынешнее Время А Оказалось Что Оказалось Что Казалось Потому Что Реально Реально Произошло И На бедного Алика Болдуина Который Я считаю Абсолютно Невиновен Случившимся Потому Что Не его Задача Проверять Реквизит И прочее Сейчас Ну Америка Страна Тяжб Судебных Поэтому Каждый Может Судиться С каждым Поэтому Соответственно Сейчас Он Расхлебывает Эту Ситуацию В которой Собственно Говоря Как мне кажется Абсолютно Невиновен Ну Вот Ну Если Еще О Несчастных Голливудских Актерах Это Если Мы Вернемся К Уиллу Смиту В прошлый Раз Мы Говорили Что Возможно Его Была постановкой Но Исходя Из последних Новостей Я так понимаю Что постановкой Она не была Потому что Получает он Сейчас Бедный По полной Программе То есть Его реально Выгнали Он ушел Из Академии Киноакадемии И Вынесло решение Академии Что 10 лет Он не должен Вообще Присутствовать На Собственно говоря На церемониях И прочее То есть Ну Это ладно То есть Не так Это страшно Возможно Для него Но Он Получает Негатив И от Аудитории И от Продюсеров Он теряет Проекты То есть Я читаю Что Его Самый Наверное Кассовый Проект Фильм Боевики Франшиза Плохие парни Должна Должна Была Сниматься Четвертая Часть И Отказались В принципе По крайней мере Заморозили Так скажем Сейчас Эту Эту Картину Еще Несколько Картин То есть Ситуация Которая Оказалась Ну Я не знаю Мне Оказалась Не такой Серьезной И Никто Не пострадал По большому счету Но она Вылилась В какой-то Прямо Грандиозный Наверное Для Америки Скандал Даже Не представляю По какой По какой Причине Он вышел Настолько Грандиозным Кто-то Говорит Ну Да Было бы Понятно Если бы Уилл Смит Был белым Там Например Вышел Ударил Чернокожего Криса Рокка Было бы Там Понятно Скандал А так Ну Как бы Два мужчины Не поделили Что-то Один Вышел Чуть-чуть Даже не побил По большому счету Никого Да И И второй И второй Человек Как бы Пострадавший В принципе Себя таким Не ощущает Но Вот это Колесо Крутится И крутится И в результате Говорят Уилл Смит Уже Не рад Уже боится За свою карьеру Которую В принципе Может тоже Пойти под откос То есть Вот Та самая Пресловутая Культура Отмены Которую мы Говорили Тоже в одной Из передач Она сейчас По нему Вот Просто как Классический Образец Он становится Жертвой Этой культуры Этой самой Культуры Ну и Господи Вот сейчас Мы видим Что происходит С Джонни Деппом Начался судебный процесс Может быть Тоже несколько слов Вот про это Да Да То есть Это предыдущая Так скажем Жертва Наверное Культуры Отмены Тоже Неоднозначный Случай Потому что Джонни Депп Был Суперзвездой Так скажем Ну для меня Он и остается Суперзвездой Но он был Всеобщим Любимчиком Потому что Ну такой Эксцентричный Актер То есть Играл Ну мне кажется То есть он К своим годам При том Что у него Не было Какого-то Оскара Он Стал Народным Любимцем И Очень В последнее время Играл в свое удовольствие То есть он выбирал Роли абсолютно Не основываясь На каких-то там Бюджетных Вариантах Или прочее То есть он Играл в свое удовольствие И люди это чувствовали Что он В принципе Ну такой Достаточно простой человек Вот И Ну К тому что Я к тому говорю Что он был Любимцем И я хочу сказать Дополнить Что он По-моему Занимал Первое место В списке Самых Демократичных Актеров Потому что Отмечали Что Он Очень Приветлив Был с фанатами И Когда Заканчивался Его съемочный день Он возвращался Ну я не помню Какой это был фильм Но выстраивалось Огромное количество Желающих Сфотографироваться С Джонни Деппом И Он Обязательно Подходил Каждому Ну то есть он давал Вот возможность Каждому сделать фотографию То есть никакой Звездной болезни То есть он был Киану Ривзом До самого Киану Ривза Так скажем Вот И вот Все это Закончилось После его брака С Эмбер Хёрд Молодой актрисой То есть была Любовь-Морковь Большая Которая разрушила Брак Вот кстати Прошлый Ну не брак Они просто Жили совместно Красивая история Начавшаяся Съемками Совместными съемками В фильме Ромовый дневник Я вот помню Его смотрел И поражался Какая просто Красивая пара Так скажем Они на экране Там парой Ну что они стали В жизни парой Вот Но закончилось Все это Достаточно грустно Потому что Эмбер Хёрд Обвинила Джоди Деппа В домашнем насилии То есть Что он ее Избивал В момент Алкогольного Так скажем Излияния Но то что он Употреблял Активно Это в принципе Ни для кого Наверное Не было секретом Вот Но при этом Никто не думал Что он Прямо распускает руки И в принципе До сих пор Не все верят Что Все было так Как говорит Эмбер Хёрд Более того Появились Некоторые доказательства Что Абьюзером Была и сама Эмбер Хёрд То есть она сама Как бы Спровоцировала его И в том числе Тоже применяла Домашнее насилие Так скажем Над ним Но Общественность Стала на ее сторону Потому что Как раз В тот момент Вот это было Активное движение Мету И Феминистические движения Активные Высказывали позицию То есть Общественность Резко от Джонни Деппа Отвернулась Его опять же Выгнали Со многих проектов И до сих пор Он такой Не совсем рукопожатный Так скажем В Болливуде Хотя сейчас Постепенно Ситуация исправляется Но Не очень-то Быстро Ну и соответственно Джонни Депп Через какое-то время Решил подать На бывшую уже жену В суд Потому что Она ему соответственно Репутацию испортила Она в свою очередь Подала на него Сейчас в суд За то Что он подал На нее в суд То есть Вот такая вот Как я говорю Америка Страна тяжек Поэтому они там Могут подавать в суд Прямо какие-то Эти самые Елочки Из судебных Исков Вот Поэтому сейчас Вот Начинается Разборка Опять Очередная разборка Кто же все-таки Виноват Кто же Кого обвинил Правильно Или неправильно Кто кому Испортил репутацию Ну в том числе Интересно Например Что в качестве Свидетелей В суд Будет вызван Илон Маск Например Потому что Он в тот момент После Джонни Деппа Встречался С Эмбер Хёрд И даже говорят Что не только После их брака Но и в момент их брака Они встречались Вот И в том числе Еще будет вызван Джеймс Франко Актер тоже известный Который тоже Встречался С Эмбер Хёрд И говорят Что тоже В момент брака То есть Это такая Настоящая Голливудская Санта-Барбара Сейчас разворачивается При этом Говорят Что оба Эти свидетеля Будут со стороны Джонни Деппа То есть Они должны Как-то Доказать Его невиновность Это Придаёт пикантности Всей этой Ситуации И Вот В ближайшие недели Будет суд И Просто посмотрим Чем это закончится Восстановится ли Главный Вопрос Восстановится ли Когда-либо Опять Репутацию Джонни Деппа Ну я хочу сказать Что суд уже начался То есть Это Вот первые Уже Вот буквально Заседания Состоялись И Пока стороны Вот обвинили Друг друга Ну понятно Что Сторона Эмбер Хёрд Заявила Что мистер Депп Только и делал Что унижал Эмбер Преследовал Её Разрушал Её карьеру Те говорят Нет Наоборот И Шесть недель Должно продлиться Судебное Заседание Все эти Заседания Одиннадцать Присяжных Почему-то Я не знаю Место двенадцати Одиннадцать Но вот В статье Было указано The Hollywood Reporter По-моему Или Verity Я уже не помню Где я вот это читал И Пишут Что Действительно На пятьдесят Миллионов Вот судебный Ну вот Иск Деппа Против Хёрд Составляет Пятьдесят Миллионов Ну и Ещё Вот у меня была Любопытная новость Что Собираются Ещё один Биографический Музыкальный Фильм Находится В таком В стадии Разработки Пишется сценарий И сценарий Энтони Маккартена Который написал Сценарий Богемской Рапсодии То есть Это немаловажно Как раз Расскажет О жизни Солиста Битлз Джона Леннона Причём Это будет Первый Официальный Проект О жизни Леннона Который Одобрен Семьёй Музыканта То есть Вдова Леннона Йока Оно Сыновья Шон Оно Леннон И Джулиан Леннон Дали согласие На вот Весь этот Проект То есть Благословили И более того Это означает Что Этот фильм Получает доступ К репертуару Битлз Тоже Немаловажный Момент Чтобы Могла звучать Музыка Битлз В кадре То есть Ну я понимаю Что после Богемской Рапсодии Рокетмена Будет Ну какой-то Фильм Типа Имэджин Так что Ждём С нетерпением Ну личность Вполне достойная Мне кажется Фильмов Сериалов Более чем Тем более что Фильмы про Битлз Были уже Насколько я помню Да Была еще в свое время Интересная комедия Я помню Он назывался Yesterday По-моему Про парня Который любил Фаната Битлз Который вдруг Оказался в мире Где не знают Песен Битлз Где как бы Ну параллельная реальность Он пришел Оказался в параллельной реальности Где Битлз нету И он такой Значит Ага Я знаю все песни Битлз И он их выдал Песни Битлз За свои И сразу Прослыл супергением Я помню Достаточно интересная Такая трактовка И там даже были Смешные моменты Когда он пытается Вспомнить строчки песен И там что-то путает И в принципе Ну это очень здорово Обыгрывалось Ну что У нас осталось Не так много времени Может быть Несколько советов Что можно посмотреть Какие картины Ну Тут Да Сейчас такое время Что не знаешь Что посоветовать Наверное Посоветовать-то можно Смотреть Какие новинки Даже не могу так Сформулировать Но Возможно Сейчас Стоит посмотреть Те фильмы Которые уже Как бы Которые Какую-то отзву В душе Так скажем Вызвали То есть Не обязательно Смотреть новое Пересматривать Старое Хорошо забытое Старое И незабытое Старое То есть Сейчас мне кажется Людям нужны Положительные Очень нужны Положительные эмоции Потому что Новости Положительных эмоций К сожалению Не вызывают И зачастую Влияют Очень негативно На Эмоциональное И психическое здоровье Поэтому мне кажется Именно вот Надо как-то Разбавить Новости Какими-то Положительными эмоциями Мне кажется Это важно Для здоровья И для состояния Человека Поэтому Важно Наверное Каждому Вспомнить Те фильмы Которые Вызывали Положительные эмоции И возможно Их пересмотреть Моменты Какие-то Из фильмов Которые Вызывали Положительные эмоции Ну то есть Можно вспоминать Очень много В связи с этим Можно вспоминать Очень много О разных фильмах Какие у каждого Они наверное Свои Но просто Есть разные Теории На этот счет То есть Кто-то говорит Что вот Такое время Война Можно смотреть Эмоциональные фильмы О войне То есть Они как-то Изменяют Отношения Возможно Тут можно Вспомнить Тот же Список Шиндлера Например Ну то есть Говорить о том Что смотреть Российские фильмы О войне Наверное Уже не стоит Сейчас Это как-то Очень Цинично Наверное Будет Звучать Хотя есть Очень хорошие Российские Действительно Хорошие фильмы Российские Советские О войне Это тот же Иди и смотри То есть Который антивоенный Как сказал Ну не знаю Один мой Знакомый Что любой Хороший фильм О войне Это фильм Против войны То есть Любой хороший Военный фильм Это антивоенный Фильм Так вот Есть фильм Иди и смотри Который показывает Реально ужас И войны Который называют Одним из Лучших Антивоенных Фильмов То есть Он тяжелый но его в том числе и можно посмотреть по этой причине. Есть список Шиндлера, есть «Мальчик в полосатой пижаме», например, тоже. Ну, то есть это одна из теорий. Другая теория говорит, что, наоборот, надо отвлечься вообще от этой темы и посмотреть что-то абсолютно не это. То есть комедия, мелодрама, наоборот. Ну, не знаю, как ты считаешь. Ну, вот я, например, с большим интересом начал смотреть сериал, мини-сериал. «Почему они не позвали Эванс» или «Почему не Эванс», по-моему, в таком даже укороченном виде. Изюминка – то, что это по Агате Кристи завязка очень, ну, такая интригующая. Упал со скалы человек, есть подозрение, что его столкнули. Последние его слова перед смертью были «Почему они не позвали Эванс?». Кто это такая, что это, никто не знает. И это интересно, что это детектив Агаты Кристи, но без мисс Марпл и Пуаро. Там молодой человек и девушка, в которую, кстати, этот человек влюблен, они пытаются разобраться. Вот они были свидетелями этого ужаса, ну, случая, и пытаются понять, что происходит. И есть еще одна интересная деталь. Этот сериал снял никто иной, как Юлори, доктор Хаус, который был автором сценария. Он адаптировал эту, значит, историю Агаты Кристи для кино и сделал это вот в трех сериях. То есть это полноценный такой, достаточно подробный рассказ. Это дает возможность передать все детали, все нюансы этого романа. И там сыграли… Сам, кстати, Хьюлори сыграл такую зловещую роль доктора Джеймса Николсона, доктора, который возглавляет психиатрическую клинику и силком содержит там, значит, больных. И также там сыграла Эмма Томпсон, тоже очень известная, популярная актриса. Так что… И главную роль вот этого парня сыграл Уилл Полтер. Это актер, который… Ну, вот мы миллеры, вот я думаю, его все помнят. Так он немножко… Ну, он играет всегда придурковатых таких ребят, ну, в комедиях. Но здесь у него роль простого парня, простого парня из-за рабочей семьи, ну, там, сын Викария. Ну, и очень такое неплохое кино, я думаю, что… Ну, главное, да, детектив и прочее. Главное, чтобы, мне кажется, в наше время, главное, чтобы фильмы были такие вовлекающие. И отвлекающие, может быть. И вовлекающие отвлекают. Отвлекающие, и отвлекающие. Ну, соответственно, то есть они вовлекают и отвлекают от наших… Вот того, что происходит за окном, не слишком радостных новостей. Нам показывают, что, к сожалению, не слишком радостная новость. Закончилось время программы, поэтому встретимся мы снова через неделю, в следующую среду. Программа «Синема». Владимир Веселов, Олег Пека. Спасибо большое, что слушали. И до новых встреч. Синема, блин.